Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. На страже чистоты и порядка на главной площади Нарьенмара прошел парад автотехники, которая задействована на уборке городских дорог. Весна – пора субботников. Жители окружной столицы вышли на улицу, чтобы сделать Нарьенмар чище. Магия ненецкого орнамента. В Краевическом музее открылась необычная выставка, где можно узнать о появлении, развитии и изучении ненецких рисунков. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Больничные листы по уходу за детьми дошкольного возраста будут оплачиваться в стопроцентном размере от заработка всем родителям. Соответствующее решение президент Владимир Путин огласил в ходе послания Федеральному Собранию России. Таким образом будет реализована инициатива, которую выдвинула Единая Россия – полностью оплачивать больничные родителям дошкольников вне зависимости от трудового стажа. Как сообщили в Фонде социального страхования России по НАО, в настоящее время размер больничных по уходу за детьми напрямую зависит от трудового стажа. Выплаты по уходу за больным ребенком до 7 лет регулируются Федеральным законом номер 255 об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и зависят от стажа работы одного из родителей, который оформляет больничный лист. Застрахованному лицу, имеющему трудовой стаж 8 и более лет, выплачивается 100% от среднего заработка. Застрахованному лицу, имеющему трудовой стаж от 5 до 8 лет, выплачивается 80% от среднего заработка, до 5 лет – 60%. Майские выходные в России продлятся с 1 по 11 мая. Такое решение принято по итогам совещания Владимира Путина, касающегося ситуации с распространением коронавируса в стране. С просьбой сделать непрерывными майские выходные главе государства обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Необходимость этого главный санитарный врач объяснила риском заболеваемости после выходных, а также текущей ситуации с распространением COVID-19. Таким образом, жители России в 2021 году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Дотации на бензин для жителей села. Депутат окружного собрания Александр Чурсанов выступил с законодательной инициативой компенсировать доставку бензина жителям отдаленных, труднодоступных сел региона. Инициатива была озвучена в ходе заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада России и Комитета по местному самоуправлению, которое прошло в режиме видеоконференц-связи. Помним, как в 2014 году были внесены изменения, точнее в 2013 году были внесены изменения в законодательство Российской Федерации, после чего субсидировать доставку бензина стало невозможным. Соответственно, в 2015 году бензин в селах резко возрос в цене. Если говорить о 2020 году, то в некоторых населенных пунктах цена бензина достигала 120 рублей за один литр или 26 тысяч рублей за бочку. Сейчас жителям труднодоступных населенных пунктов округа приходится самостоятельно разрабатывать пути доставки бензина, чтобы хоть немного сэкономить на топливе, которое жизненно необходимо на селе. Поэтому сегодня мы выступили, коллеги нас поддержали. Соответственно, дальше мы будем выходить на конференцию парламентской ассоциации, ну и правительство Государственной Думы. На страже чистоты и порядка. Жителям региона представили парк автотехники, которая задействована на уборке транспортных артерий города. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Содержать в чистоте улицы города всегда было делом непростым. Сегодня в помощь коммунальным службам приходит современная техника, позволяющая минимизировать силы, затраты и сделать город по-настоящему чистым. Машинист Алексей Овчинников работает на автогрейдере среднего класса и уже изучил эту машину вдоль и поперек. Эта машина предназначена как работа круглый сезон, она предназначена для профилирования, предназначена для грейдирования дорог. Также для дорожного полотна, также для уборки снега, наледи. Вот бывают шишки на дороге такие ледяные. Всё, она убирает, меняем гребёнку и продолжаем работать. Дальше также работает работа на откосах. Сергей Андреянов на страже чистоты окружной столицы совсем недавно. Однако успел поработать как на старой технике, так и на новой. На этой тоже неплохо работает. Всему научился, работает. Ну, это комфортнее намного, чем мазы-то, конечно. Неудобства там на старой технике. Чтобы передачу включить, это надо помолиться. От профессионализма водителей спецтехники зависит многое. Например, состояние автопарка и износ техники. К слову, все сотрудники чистого города – квалифицированные специалисты. Выучились мы в ГОПе на все категории. Даже на трикол, которых здесь нет. На все категории выучились трактористов. Получились дополнительные специальности автогрейдера, машиниста-погрузчика. Амкадоры, самосфалы, МКСМ, МКДУ, Чистик, автогрейдер, МАЗы – сегодня ровным строем выставили на площади перед мэрией. Полюбоваться автопарком пришли и самые маленькие жители региона. Это такой, это живащик. Это на какой работе. Технический арсенал предприятия укомплектован машинами для работы во все сезоны года. Автопарк ежегодно пополняется новой техникой. Основной целью нашей с 2017 года было обновление парка, улучшение условий труда работников нашего чистого города. С 2017 года мы обновили на 65% парк техники. То есть мы закупили 16 новых единиц. Часть из них представлена здесь. Итого мы потратили на сумму порядка 100 миллионов. И вы видите, что сейчас совершенно другая и культура работы, и отношения работников. И это, безусловно, сказывается и на качестве уборки города. В принципе, в дальнейшем мы собираемся вместе с депутатами городского совета придерживать именно таких приоритетов, чтобы основные бюджетные средства направлять на благоустройство нашего города. Теплая погода внесла коррективы в работу сотрудников чистого города. Машинисты выходили в четыре смены. Не покладая рук и не жалея сил, мужчины делали все для того, чтобы жителям региона было комфортно. Мы плавно уже переходим на весенне-летний режим работы. То есть это одна-две смены. То есть снег в городе закончился. Теперь весь акцент сделан на уборку песка, на восстановление ограждений, ремонт дорожных знаков. С наступлением положительных температур, плюс 10 и выше, займемся уже нанесением дорожной разметки. Новый автомобиль для нанесения дорожной разметки сейчас в пути и прибудет в регион в июне. На данный момент всего в парке чистого города 43 единицы техники. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Весна – пора субботников. Несмотря на то, что общероссийская уборка пройдет 24 апреля, некоторые организации и жители Ниньцкого округа уже вышли на улицы, чтобы сделать Наринмар чище. Далее продолжит наша коллега Елизавета Кабанова. Сахалинский лес – сокровище нашего города. Здесь растут красивые ели. Однако каждую весну, как только сходит снег, из-под сугроба вылезают отнюдь неподснежники. Мы открываем череду единого всероссийского субботника. Открываем его сегодня. Пригласили учащихся пятой школы для того, чтобы они почистили лес, территорию леса, которую мы выставили на конкурс на комфортную городскую среду, чтобы они познакомились воочию с этим лесом, еще раз прошлись по нему. Школьники разных возрастов объединились, чтобы убрать мусор, который не только ухудшает внешний вид леса, но и портит его экосистему. Покрышки, доски, различный мелкий мусор – и это только малая часть того, что ребята убрали на субботнике. Школьники не единственные, кто присоединился к уборке леса. Члены ТОС «Сахалин» также приняли участие в субботнике. На субботник мы сегодня вышли, потому что хотим здесь сделать что-то вроде парка, чтобы народ мог красиво отдыхать. Место здесь потрясающее. Вот таких елок вы, наверное, уже нигде в Наринмаре и не увидите. Стоит сказать, что члены ТОС «Сахалин» выходят убирать лес ежегодно. В 2021 году активисты решили присоединиться к Всероссийскому субботнику. Ещё один экологический десант планируется уже после паводка. А уже завтра сотрудники различных департаментов города устроят уборку общественных и придомовых территорий. Основное – это дороги, то есть это мусор, который на дорогах, потому что во дворах всё-таки это обязанность управляющей компанией вместе с жителями. Также управляющие компании должны были уведомить на досках объявлений граждан о том, что у нас. Ну и вообще всех призываем 24 числа выйти на Всероссийский субботник. Основной субботник пройдёт 24 апреля в парке «Юбилейный». Помимо самой уборки, жителей будут ждать различные конкурсы. А чтобы делать территорию чище было веселее, для наринмарцев подготовили музыкальное сопровождение. Давайте сделаем Наринмар чище! Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». Через несколько дней стартует рейтинговое голосование за проекты по благоустройству. В этом году оно проходит на едином федеральном портале. О том, какие объекты благоустройства вышли в финал, расскажем в следующем материале. Виктория Боброва неоднократно принимает участие в конкурсах. Не так давно на центральной улице ТОСа Старый аэропорт была построена детская площадка в рамках благоустройства, которая пользуется большим спросом. Принято решение было нашим ТОСам и администрации города, что необходимо развивать микрорайон, строить ещё детские площадки. И вот то место, в котором мы сейчас стоим, оно отводится под строительство детского спортивного игрового комплекса. Туда могут приходить дети от маленького возраста до среднего и постарше. Будут установлены воркауты, наполнение обсуждалось неоднократно, изменялось. Но в целом сейчас эта территория выдвинулась на рейтинговое голосование для строительства. Жители микрорайона Старый аэропорт и жителей города призываю всех прийти в интернет и проголосовать. В планах у жителей микрорайона Старый аэропорт построить спортивную площадку для взрослых. А пока предстоит пройти процедуру голосования. Следующий объект благоустройства находится в районе улицы Первомайской, 34. Там активные жильцы еще в прошлом году победили в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию. За счет чего был обустроен тротуар, установлены фонари и скамейки. Сейчас они замахнулись на большее. Здесь вот в Первомайской, 34 они выдвинули проект по комфортной городской среде. Значит, у них было очно-заочное собрание. В условиях пандемии они проводили собрание в онлайн формате. И, значит, у них выдвинули предложение по организации досуговой зоны. Именно детской площадки и, значит, для отдыха досугового старшего поколения, чтобы здесь где-то могли они доходить. Дом проживает очень много. Все, все возрасты. Необходима и детская площадка, и для старшего поколения досуговая зона. Еще один объект благоустройства располагается в живописном зеленом уголке города в районе Сахалина. Маленький лесок служит школьникам лыжной трассой, а жителям местом для скандинавской ходьбы. Идея была, это та ситуация, когда мы говорим о том, что дороги надо строить там, где ходят люди. Этот парк, он в таком виде еще не обустроенном, он достаточно, как я уже сказала, активно пользуется, используется горожанами. Но для того, чтобы для создания большего комфорта для наших людей, здесь необходимо привести некоторые изменения, что и легло в основу нашего проекта. В частности, в первую очередь, конечно, нужно провести здесь электрическое. Поскольку в темное время суток, в первую очередь, это небезопасно для детей, которые, как я говорила, опять же, через этот парк ходят в школу и обратно. Темно, парк достаточно темный, дети ходят по этому парку, хотелось бы, чтобы здесь было освещение. Тем более, условия для этого в парке есть, стоит электричество, опоры электрические. Также будут оборудованы места отдыха для жителей, обустроены пожаробезопасные мангальные места. И это еще не все. В парке будет смотровая площадка. Если пойти нам справа зайти в парк, там очень хороший обзор получается на Курью и перспективу на Мирный, поселок Мирный и дальше. То есть здесь есть на что посмотреть, есть как отдохнуть, у нас есть с кем здесь погулять. Поэтому было бы замечательно, если бы вот этот парк все-таки на свое логическое завершение имел и сделался там местом отдыха. А будет излюбленным местом, я в этом уверена. В федеральном проекте формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» Наринмар участвует с 2017 года. За это время благоустроено около 50 уличных пространств. Как происходит отбор заявок? Назначается сбор предложений. Затем общественная комиссия оценивает целесообразность объектов благоустройства и просчитывает финансовую составляющую. Далее общественная комиссия утверждает объекты и выносит их на рейтинговые голосования. Мы будем подходить к жителям округа. У нас будут планшеты и там будет установлено предложение. В этом приложении мы будем рассказывать, как все это должно происходить. Получается, человек должен будет зайти в это приложение, ввести свои данные и просто проголосовать. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализовываться в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Проголосовать за понравившийся проект по благоустройству можно на едином федеральном портале. О туристическом потенциале Ниньского округа вновь заявят на столичном уровне. В центре столицы 25 апреля состоятся Дни НАУ. Все желающие смогут познакомиться с самым малочисленным арктическим регионом России, богатейшей историей и завораживающими природными ландшафтами. Гостей мероприятия ждет презентация Ниньского чума и национальных костюмов, фотовыставка и презентация туристического потенциала Ниньского округа, дегустация локальных продуктов, показ мод от северных мастериц, сувениры и многое другое. Мы как раз ориентируемся на въездной туризм в Ниньский автономный округ. То есть мы рассчитываем, что к нам поедут москвичи, гости Москвы непосредственно к нам в Ниньский автономный округ. Свои туры будут презентовать Юрий Тюлюбаев и Федор Личутин. Также презентацию Пустозерска проведет представитель нашего музея. Дни НАУ стартуют на площадке дизайн завода «Флакон» в 13.00-25 апреля. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса и Центром арктического туризма при поддержке Департамента финансов и экономики НАУ. Магия Ниньского орнамента. В Кровическом музее открылась необычная выставка. На экспозиции можно узнать о появлении, развитии и изучении ниньских рисунков. Подробности у Ольги Руссо. Выставка «Магия Ниньского орнамента» – это промежуточная ступень большого проекта, который начался с изучения специальной литературы, архивных материалов и экспонатов из фонда музея. Жителям Ниньского округа была представлена сетевая программа, в которой рассказывалась история орнамента. Впоследствии она переросла в реальную выставку. Экспонатов музейного объединения показываем всем желающим, тем, кто интересуется культурой ниньского народа, также краеведам и вообще жителям города Ниньмара, ниньского округа, а также надеемся, что и другим регионам, в чем особенность ниньского орнамента именно нинцев Европейского Севера. Какие орнаменты используются, например, в Канинской, Тиманской тундре, Большеземельской и Малоземельской тундрах. До начала проекта изучение ниньского орнамента не носило систематический характер. Оно было фрагментарным или выборочным. Проект позволит собрать все знания воедино. Те именно мастерицы, которые когда-то передали свои, любезно передали свои изделия, фонды Ниньского краеведческого музея, сегодня это музейное объединение, и мы их проанализировали, систематизировали и сегодня готовы представить всем желающим. На выставке представлен 21 стенд, рассказывающий об особенностях орнаментов жителей ниньских тундр. Каждый из них уникален. Это отметила, открывая выставку, заместитель губернатора Валентина Сганич. Мы уже посмотрели и увидели, что как богато все-таки наше национальное творчество, тот пласт художественного творчества, который является одним из нашего национального мирового культурного наследия. Среди первых посетителей выставки Сергей Никулин по роду деятельности ему приходится много работать с ниньской культурой. Привлекло то, что, во-первых, я работаю с Национальным театром, с Элипцием, и уже как бы знаком с орнаментом, но тем не менее всегда открываешь что-то новое, интересное в этих орнаментах. И вот я думаю, что она полезна будет буквально всем и людям всех профессий. И недостаточно в оформлении города у нас объектов, которые выполнены именно в национальном стиле. То есть это может быть тот же орнамент, изображен на домах. И вот сейчас, кстати, если вы обратили внимание, в городецком Наменщиковом обшили два дома, и вот там уже появились элементы национального орнамента. То есть это, я думаю, что полезная будет выставка и нашим архитекторам, дизайнерам города. Мастерица Евдокия Попова пришла на выставку за новыми идеями для своих работ. Уроженка Канинской тундры использует родные мотивы в вязаных вещах. Да-да-да, рукавицы, вот что-нибудь такое, носки. Какие-то есть сложности в работе с Ненинским орнаментом? Он же что-то обозначать должен, нет? Да, конечно, вот. Все написано. Вон на стенках все узоры написаны, как они называются. Что-то новое для себя нашли на выставке? Какой-то новый узор, какой-то новый? Ну, всякий раз что-нибудь находим, да. Заключительным этапом проекта станет еще одна выставка, посвященная региональному сувениру. Остается добавить, что выставка «Магия Ненинского орнамента» продлится до 6 июня. Посетить ее смогут все желающие. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...